А сегодня решил на природе прогуляться. Отъехала от Нижнего Новгорода пару станций за Волгу на электричке. То есть это Нижегородская область. Вот, посмотрим, как тут в лесу. Может, грибочков найду каких. Ну и вообще, надо посмотреть, как тут на природе. Потому что в городе надоело уже. Надо и за город выезжать время от времени. На момент записи этого видео сегодня 31 мая, последний день весны. Но природа уже вся летняя, погода тоже. 28 градусов тепла. Щавель тут растет очень много пучками. Цветочки разные. То есть природа полностью распустилась. Грибы, кстати. Уже нашел какие-то грибы. Но они не съедобны. Это трутовик. Вот такой подлесок. Лес около дач. Тут начинаются дачи, дачные поселочки. И такой лесок, дорожка. Колокольчики растут. В общем, разнообразная такая природа уже. Башня водонапорная. Зашел в лес подальше. Вот такая тут дорожка замечательная. Видно, что почва немного какая-то песчаная и торфяная. То есть что-то такое болотистое на самом деле. Но есть тропинка. Значит, можно идти. Вообще густо тут, конечно, подлесок этот пророс. Не продерешься. Нашел тропинку, сразу по ней пошел. То есть сейчас имеет смысл идти именно по тропке. Ну, подальше в лес туда зайду. Посмотрю, как там дела обстоят. Пока ни на какие грибы я не рассчитываю. Ну, посматриваю все равно. Мох кругом, болотистая почва. Придется вот так вот переходить. В другую сторону. Интересные такие кусты, прямо с цветами. Вот они, болото начинаются. То есть тут конкретно какие-то болота. Болотистые такие места. Грибы нашел, такие старенькие. Не знаю, что за грибы. Но раз старые есть, значит, могут быть и молодые. Кто его знает. Какие-то грибочки. Скорлупа от яйца. Явно не куриная. Большое достаточно. Да, кругом болото. С тропы, в общем-то, никуда и не свернешь. Потому что кругом топ. Почва такая вся влажная. Опасно ходить по ней. Весь этот мох, он проваливается сразу. Необычное, конечно, ощущение. Водичка такая коричневая. А тут следы кабана или лося. Лося, скорее всего. Такие старенькие уже. Еще грибы нашел. Подвятшие такие. А тут какие-то постройки. В березовой роще. Подойдем поближе. Ну, это совсем какие-то разрушенные дома. Видно, что домик был. Такой деревянненький. И крапива кругом. А крапива говорит о том, что тут люди жили. На местах поселения всегда крапивная поляна. Тут прорыли какой-то канал. Что-то такое. Видно, что это все искусственно сделано. Около этого домика как раз. Два водоема. Попробуем в другую сторону. Перейти через этот ручей или канал. Здесь кто-то построил у нас такой вот выход к этой, к воде. Мостки. То есть тут люди все-таки ходят. Вот, пожалуйста, какие-то постройки. Но я думаю, что это тоже все заброшено. Кругом болото, болото. Как деревья растут в этой воде. Я не понимаю. А рядышком, смотрите, уже цивилизация. Полностью открытая. Ну, потому что тут не ходит никто. И ухоженная территория. Видно, что кто-то тут все-таки живет на даче. Вишневый сад. Дошел до такого вот поселка. Интересная штуковинка. Служебный автобус. Тоже кто-то в нем жил. Грибы еще нашел. Ну, естественно, я такие не беру. Они же несъедобные. Но показываю, что тут есть какие-то грибы все-таки. Попадаются. Опять заброшка. Я на самом деле их много увидел. Вот так там внутри. И не разгуляешься. Муравейник уже успели сделать муравьи прямо в этом домике. Теперь живут муравьи. А здесь, смотрите, бобры как деревья покусали. Не знаю, свалили деревья. Видно, что бобры живут. Вот это абсолютно свежий след. Вот так он грызет. Грыз, грыз и не догрыз. Может, я спугнул его. Тут тоже начал грызть, не догрыз. Зато дальше очень сильно постарался. Смотрите, какие деревья валят. А здесь прям обглодал дерево. Кору все снял с нее. А с него, значит, они едят. Едят они. Тут у нас грибы какие-то. И, по-моему, это даже съедобные. Но я не буду брать. В какой смысл? Иду вдоль этого, значит, ручья. Или канала. Иногда попадаются поляны вот такие. И такое чувство, что грибные места. Но сейчас, видимо, не сезон просто. Тут везде болото. Приходится продираться. Хочется очень попасть на другую сторону. Я слышу, как электричка там ходит. То есть цивилизация совсем недалеко. Но я от нее полностью отрезан. На много километров продолжается этот канал. Я вынужден вдоль него сейчас идти. Пролезать по этим дебрям невероятным. Со всех сторон болото окружает. Почва болотистая. Очень некомфортно идти. Непривычно. Кругом какой-то бурелом. Деревья кусают комары. Я весь искусен. Под ручьями стекает. В общем, это испытание. Это испытание. Но по карте я вижу, что дальше будет этот канал поворачивать. И я надеюсь очень на этот поворот. Ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Обязательно пишите комментарии. Это нужно для поддержки канала. Чайки кружатся над болотом. Ну, чувствуется, что с другой стороны тоже болото. Все заболочено. Ну, наконец-то, наконец-то началась тропа. Хотя бы можно ровненько пройти. Ой. Нужно хоть раз в жизни пройти таким маршрутом, чтобы понять для себя, что не стоит так больше ходить. Вот. Делюсь ценным опытом. Надеюсь, никто не повторит этого похода. Если не хочет проблем и каких-то лишних испытаний. Вышел к асфальтированной дороге. Вот это удача. Три часа, наверное, там бродил. На многих километров проходит этот канал. Идешь не спеша. Мягко говоря, не идешь, ползешь. Продираешься свой кусты бурелом. Какие-то колючки. Очень аккуратно надо идти, чтобы не наступить в какую-нибудь там яму, где может быть вода. Опасно наткнуться на змею. Если попадется гадюка, а она там может быть запросто в этих кустах, то пиши пропало. А мне такого совсем не хочется. Вышел к озеру. Думал немножко умыться. Очень сильно устал. Конечно, красиво здесь. Но умыться не вариант. Смотрите, вода какая. Тут тоже болото. В общем, испытание было. Будь здоров, ребят. Это было просто невероятно. Аминь. АМЕНН